Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал литературного клуба «Маяк». Меня зовут Виктория. Я репетитор по русскому языку и литературе, преподаватель, наставник, помогаю детям и их родителям справиться с экзаменом. Сегодня я хотела бы поднять очень интересную тему, очень интересный вопрос, потому что, вы знаете, я очень много говорю о саморазвитии, о том, что же нам может помочь стать лучше, стать совершеннее. И сегодня я бы хотела поговорить о том, как сделать процесс обучения более продуктивным и эффективным. У меня сегодня в качестве подсказки мой сценарий, оригинальный, все своими лапками написано, но для того, чтобы не растекаться мыслью по древу и для того, чтобы сделать максимально такое концентрированное небольшое видео, я решила взять с собой подсказку, иначе мы можем здесь задержаться надолго. Вообще, я разделила все на 5 пунктов, поэтому сегодня будет максимально все структурировано. Не так филологично. Первое, о чем я вообще хотела бы сказать, это, конечно же, цель и мотивация деятельности. Перед тем, как что-либо решить делать, вы должны понять, для чего вам это нужно. Этот вопрос настолько, казалось бы, простой, но так часто люди забывают его задавать, перед тем, как что-либо вообще сделать в своей жизни. Но вы не забывайте, потому что именно благодаря мотивации, именно благодаря тому, что у вас будет какая-то цель, которую вы хотите достичь, вы сможете лучше заниматься, вы сможете сами для себя придумать более простые, более эффективные способы. В общем, именно мотивация, ваша внутренняя мотивация, не внешняя, именно внутренняя мотивация сможет помочь вам развивать то, что вы хотите. Поэтому вам нужно четко понимать, зачем вы изучаете тот или иной предмет, зачем нужны те или иные знания, что в итоге вы хотите добиться этим. После того, как вы поставили цель, поняли, зачем вам это нужно и нужно ли вообще на самом деле, уже можно выстраивать образовательный процесс и очень важный аспект – это образ жизни. На самом деле, я смотрела очень много видео про какие-то суперпривычки, про продуктивность, эффективность и так далее, но мало кто вообще говорит о том, что нужно менять весь образ жизни. Нельзя весь день лежать на диване, а потом только благодаря одной привычке встать и все сделать. Нет, конечно, так не бывает. И для того, чтобы сделать образовательный процесс, вообще процесс познания мира более интересным, более увлекательным и очень эффективным, нужно всю свою жизнь направить на это. Небольшими-небольшими шагами прийти к тому, чтобы вам не пришлось специально что-то делать. Вы сможете достичь такого состояния, что все вокруг вас помогает вам развиваться, помогает вам становиться лучше. Это зависит, конечно, и от вашего окружения, и от того, к чему мнению вы прислушиваетесь. Вообще, это также связано с физической активностью, потому что, к сожалению, огромным упущением очень многих систем образования в мире является сидячий образ жизни детей. Хотя на самом деле сидеть и учиться – это вот две параллельные прямые, которые не должны пересекаться, потому что ягодичные мышцы помогают кровообращению. И когда мы пережимаем эти мышцы в положении «сидя» 7-8 часов в день, естественно, организм начинает хуже работать. Нарушается питание клеток, нарушается вообще циркуляция крови в организме. И получается, что мы своим образом жизни просто мешаем организму делать то, что он должен. Соответственно, наш мозг получает кислородное голодание, вообще уже начинаются проблемы и с осанкой, с мышцами, и все, естественно, отражается на нашем состоянии, на нашем восприятии, на концентрации, на внимательности и так далее. Поэтому очень важный момент – это образ жизни. Чем больше у вас будет физическая активность, тем проще вам будет воспринимать информацию, потому что мозг работает намного лучше, когда вы активны. Вообще активность – это часть человеческой жизни, это вообще то, ради чего был создан человек, но, к сожалению, об этом очень часто сейчас забывается, потому что мир изменился, но и только в наших руках что-то изменить. Да, это будет сначала нелегко, но зато результат будет настолько впечатляющим, настолько мотивирующим, что вы потом не сможете остановиться. Третий пункт – это способы восприятия. Он немножечко вытекает из первого, то есть когда мы помогаем нашему организму работать так, как он должен работать, мы уже начинаем понимать, как он лучше воспринимает информацию. Кто-то чаще всего, вообще большинство людей воспринимает именно визуально, то есть больше запоминает то, что они увидели. Но очень важно также развивать слуховую память. Во-первых, это помогает сдавать экзамены по некоторым предметам. Во-вторых, это помогает развивать те части мозга, которые не так хорошо развиты. То есть вы сможете самостоятельно, даже будучи взрослыми, создавать новые нейронные связи и помогать себе запоминать больше, чем вы запоминали раньше. Мозг – это мышца. Если вы будете заниматься этой мышцей, то, естественно, она станет сильнее. Аудиоформат сейчас является очень актуальным, потому что даже на фоне можно что-то включить, послушать и запомнить. Но это при условии, если ваш мозг научился воспринимать вот эту аудиоинформацию. Поэтому как только вы сможете развить этот навык в себе, вы обязательно сможете добавить в свою жизнь еще больше развивающего контента, еще больше интересных аудиокниг и вообще запоминать намного больше. Но тогда вам еще придется, конечно же, научиться фильтровать всю эту информацию и превращать в знание только то, что вам на самом деле нужно. Если говорить об эффективном образовании, об эффективном образовательном процессе, то обязательно уже в современном мире, без этого не обойтись, нужно помнить о разнообразии источников. Это, кстати, тоже помогает, потому что мы можем на один и тот же вопрос посмотреть с разных точек зрения. Например, послушать какую-то лекцию профессора, прочитать какую-то статью совсем другого ученого, посмотреть на молодых педагогов, послушать, что говорили в школе, и благодаря этому составить полное впечатление. Например, в литературе есть очень много таких спорных вопросов, которые до конца никто не может разрешить. Например, относить Личацкого к лишним людям или нет. Кто-то говорит, это лишний человек, кто-то говорит, это вообще не лишний человек, и вообще нельзя в какой-то тип литературного героя относить. И только благодаря анализу, исследованию каких-то данных, очень разнообразных, видео, аудио, обычно бумажные книги, благодаря этому всему мы можем глубже разобраться в вопросе. Также я бы хотела сказать, что информация должна быть как традиционной, так и новаторской. Например, вы можете взять советский учебник и взять современный учебник, и посмотреть, в чем разногласие. Иногда в советских учебниках все-таки есть отпечаток идеологии, и надо просто от этого отстраняться и взять те невероятные мысли, которые вообще развивались в это время. Но потом еще посмотреть новое, вообще современное исследование, вот последнее, то, что ученые заметили в каком-то вопросе, который вас интересует. В общем, идея моя заключается в том, чтобы вы не зацикливались на одном источнике. Источников всегда должно быть очень много. Ну и последний такой, наверное, чисто педагогический совет. Обязательно структурируйте всю информацию, потому что вы будете потреблять очень много, но, во-первых, оставляйте только то, что вам понравилось, то, что вам было интересно. И, во-вторых, обязательно структурируйте ее. По папкам, по документам различным, и на рабочем столе. Вообще, не ленитесь в этот момент правильно называть документы, не ленитесь их сразу сортировать, куда вам нужно, потому что потом это вам сэкономит очень много времени. Я сглупила в своей молодости, когда только начинала работать с репетитором, я не сохраняла классные источники, которые находила. Я потом так жалела, но сейчас у меня все структурировано, каждое произведение в отдельной папке, все по отдельности. И это очень сильно помогает, потому что ты видишь, что у тебя есть, ты видишь, чего тебе не хватает. И из-за того, что сейчас очень много информации, структурированность является очень важной частью образовательного процесса. Ну и я бы еще рекомендовала создавать определенную атмосферу вокруг. Это такую милую, уютную атмосферу обучения. Посмотрите какие-нибудь видео, не знаю, зарубежных каких-нибудь вузов, где все такое вот из 19 века, такое английское, например. Ну, в общем, подумайте, как вы можете создать атмосферу вокруг себя, чтобы это помогало вам развиваться, чтобы это помогало вам, например, сесть за какие-то, сесть вообще за учебники, за какие-то задания. Вы можете красиво оформлять свою тетрадь, писать красиво лекции, или придумайте себе дело, во время которого там на фоне, например, что-то можете включить. В общем, внедрите это именно в свою жизнь. Не просто нужно этому выделять какое-то отдельное время, это нужно сделать частью своей жизни, и это самое главное. Только изменив образ жизни, вы можете достичь продуктивности и эффективности. Если у вас есть какие-то вопросы, или если вы хотите записаться на занятия на Новый учебный год, пишите в нашу группу ВКонтакте. А я на этом заканчиваю, встретимся в следующем выпуске.